Мы все неравнодушные жильцы, которые решили обратиться уже в средства массовой информации. Наш дом был сдан в ноябре 2020 года. Некоторыми собственниками он уже заселен. К сожалению, управляющая компания, которая была выбрана застройщиком, не выполняет своих функций. Не выполняет от слова совсем. Зимой у нас проблемы с отоплением, проблемы с водоснабжением, с температурой. В летний период возникают другие проблемы, которые связаны также с гарантийными обязательствами перед застройщиком. Мы бы хотели осветить эти проблемы, потому что, когда мы обращались в управляющую компанию, сначала нам были даны просто обещания, после этого нам были письменные заверения предоставлены. Но после того, как ничего, к сожалению, не выполняется, ни в какие сроки и ни в каких рамках уже наше терпение не вяжется, мы обратились уже в средства массовой информации. С чем мы сталкиваемся? Первая большая проблема, с которой мы столкнулись, это проблема с лифтами. Они работают плохо, они скрипят, скрежут, регулярно застреют. Собственники боятся в них находиться. Это действительно так. Отсутствует вентиляция. В лифтах отсутствует вентиляция. По какой причине? Почему так в новом доме, который еще не заселен, который должен эксплуатироваться очень долго, такие проблемы мы не знаем. Нам ответа не дают. У нас проблема с начислениями за оплату коммунальных услуг. Дом еще не заселен, происходит ремонт, потребление минимальное. Но общедомовые показания, которые нам не предоставляют, настолько безумно сумасшедшие, что люди оплачивают по 3-4 тысячи в месяц, вынуждены оплачивать за воду, которой не пользуются. Такую сумасшедшую коммуналку я никогда нигде не видела. Хотя жила я в Ростове уже давно. Но чтобы платить вдвоем, проживая в квартире, и платить по 4 тысячи за воду, это вообще нонсенс. Вообще все настолько нелогично, и мы сколько ни обращаемся в управляющую компанию, сколько у нас здесь представитель есть, вообще эффекта никакого нет. Она нас вообще не поддерживает. Какие-то отмазки, какие-то всякие объяснения, которые потом прослушаешь, и они нелогичны совершенно. Просто я не знаю, что это какое-то отношение к жильцам управляющей компании, как бы свысока на нас на таких вот плюют. Говорят следующее, что начисления и квитанции выставляют ресурсоснабжающие организации. Значит, вы столько потребили. Ресурсоснабжающая организация, в свою очередь, говорит, что сколько нам управляющая компания подает общедомовых показаний, столько мы вам начисляем. Мы физически больше начислить не можем. Поэтому пинают туда-сюда, туда-сюда. 500 рублей за куб платить, это невообразимые деньги для семьи. Один куб горячей воды 500 рублей. У нас два строения. В одном строении, там, где находится магазин «Пятерочка» и работают коммерческие помещения, в этом строении собственники оплачивают по 500 рублей за нагрев одного куба тепла горячей воды. Рядом в соседнем строении у нас оплачивают по 170 рублей. Почему такая разница, нам, к сожалению, тоже не объясняют. Нам ответа не дают, мы обязаны платить, если мы не платим, нам начисляется пинья, мы просто в каких-то условиях поставлены, как будто мы рабы от управляющей компании. По удорожанию все время идет. То 200 рублей было, то 300. И теперь вот в этот месяц пришло 500 рублей за куб. Это вообще просто невозможно. Управляющая компания реагирует на наши заявки только тогда, когда мы уже пишем жалобы вышестоящей инстанции. То есть БЖИ, Роспотребнадзор. Неоднократно обращаясь, например, у нас в доме дом заселен, как мы уже сказали, жильцами с ноября месяца. Что касается пожарной безопасности. Только неделю назад у нас появились в доме рукава и огнетушители. И то, опять же, не везде. И только потому, что мы написали уже претензию в ГЖИ. Колпачки так и не сняты. Колпачки, да, противопожарные так и не сняты здесь с датчиков. И мы вообще не знаем, работает ли у нас пожарная безопасность, подключена ли она в домах. При том, что мы проживаем в высотках, в 23-этажных домах. Далее, что касается, неоднократно повторяю, то есть много раз мы писали по вытяжкам в квартирах, по вентоканалам. Тоже в очень многих квартирах вентоканалы забиты, не работают. Приглашали уже и застройщика. Застройщик сказал, да, вентоканалы забиты. Но ни актов, ничего нет. Протечка крыши. То есть крыши или отверстия, куда входят коммуникации. У нас вода с марта месяца и по август, если не ошибаюсь, не исправляют эту протечку. То есть текло по электрическим счетам. При любом дожде. При любом дожде. Теперь мы, к сожалению, боимся осадков. Во втором строении текло с 23-го по 13-й этаж полностью. Так было? Да. У нас на 23-м этаже по проводке, по электрическим счетчикам нескольких квартир. Это в подъезде было. И, к сожалению, кровельное покрытие, две плитки подвесного потолка просто рухнули от того, что они мокрые. Это сырость, это очень опасно для жителей нашего дома. Может произойти замыкание, может произойти пожар. И сырость, плесень, к сожалению, у наших детей. И мы будем этим дышать. У нас у собственников нет договоров, заключенных с управляющей компанией. Не знаю. В голосовании участия, например, скажу, лично я. Я голосовала против этой управляющей компании. И договора у меня нет. И я не знаю, я думаю, что я не единственная такая, у кого нет договора с управляющей компанией. Далее. Смету на обслуживание, то есть за обслуживание, которое мы платим деньги, просим уже по заявке, не один раз пишем заявление в управляющую компанию, чтобы нам предоставили как собственникам, чтобы мы увидели, за что мы платим деньги. На это вообще реакции никакой от управляющей компании. То есть мы не видим сметы, где расписано, куда уходят наши деньги. Одна еще большая проблема, с которой мы столкнулись во время ливней, еще начиная в феврале месяце, мы увидели, что идет протечка подвальных зон, нашей парковочной зоны. Ну и крышу уже сказали. На сегодня все эти зоны, мы с вами пройдем, увидим, снимем, сейчас там плесень, самая настоящая натуральная плесень и в больших квадратурах на всей стене. Это плесень, которая пойдет с подвала, которой будут дышать все наши дома, все высотки. На сегодня результатом всего этого бездействия со стороны управляющей компании послужило то, что наши собственники проявили инициативу, создали ТСЖ, проголосовали за управление домом самостоятельно. Сейчас, в ближайшее время, я надеюсь, будет передача от управляющей компании управлению ТСЖ, это полномочия по управлению дома. И надеюсь, что все собственники будут довольны, уже все ответы получат.